Доброе хорошее утро! Говорю вам я, Дмитрий Нестеров. И объявляю программу «Хороший завтрак» на телеканале «Кубань-24» открытым. Сегодня у меня в гостях дважды чемпион мира по искусствам в Лос-Анджелесе, обладатель Ордена Кавалера Искусств Министерства Культуры Российской Федерации, обладатель титула, присвоенного президентом джазовых музыкантов, «Российская королева блюза» Виктория Пьер-Марии. О, Боже мой! Ну, теперь уж точно моему сердцу легко от этой песни. Виктория Пьер-Марии. Здравствуй, красавица! Здравствуй, дорогой! А в песне-то девиз. Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет, конечно! Расскажи, где только твоя не пропадала, откуда ты путь держишь? Сегодня или вообще? Сегодня. Сегодня я держу путь из фитнес-клуба. Да ты что? Ты не поверишь, я туда хожу за хорошим настроением. Очень люблю плавать. Так. У нас отличное утро начинается с соседками, с подружками и частично с коллегами, с моими певицами. Расскажи о своей дружбе. Ты объединяешь людей. Да. Что это такое? Откуда это пошло у тебя? Это пошло от традиций моего дома, моего родительского дома. У меня очень многоконфессиональная семья. Это редкость большая на территории бывшего Советского Союза. Потому что, как правило, мусульманин женится на мусульманке, иудеи ищут своих по религии. А в моей семье папа был мусульманин, мама иудейка, отец ее православный христианин. Мама моего отца – белая парижанка-католичка. Поэтому наш дом, он с самого начала был всегда дружбы народов. А ты еще внучка какого-то известного художника. Художник, православный дед как раз, Баландин Михаил Александрович. Это русский художник, реставратор галереи Третьяковского, один из них. И, в общем-то, весь дом царил любовью, дружбой и вот этим, главным словом, толерантностью. А кто же у тебя был из Пьер-Мари? Пьер-Мари мой отец. Он гражданин Камеруна. Камерун – бывшая французская колония. Отсюда франкоязычные названия и имена. Отсюда и привычка просто дружить с людьми, объединять их, общаться. И вообще, я считаю, что общение – это лучший способ для кругозора. Окружайте себя счастливыми людьми. Постепенно их свойства станут вашей привычкой. Это моя формула счастья. Я окружаю себя деловым, счастливым, активным, жизнеутверждающим кругом людей. Эти люди наполняют тебя и смыслом, и укладом жизни. Вот ты сама об этом заговорила. Конечно. Часто на светских раутах, на каких-то мероприятиях вижу тебя в компании атлетически сложенных молодых людей. Я всегда говорю, артист принадлежит народу. Браво! Понимаешь, если артист принадлежит семье, значит, он где-то чуть-чуть упускает народ. А, вот так вот. Но, конечно, у меня мой муж – это музыка. А дети? Красный, жаркий. Еще есть период, о детях думаем. Уже думаем. Детей собираемся создавать, да. Ты гастролируешь активно, да? Пьер Мари Бэнд – удивительно. Браво за то, что ты собрала. Это очень сложно, да? Как вы путешествуете с Пьер Мари Бэндом? Тяжело ли? Это же райдер. Как у вас складываются взаимоотношения? Дружите вы или нет? Главный вопрос – где вы путешествуете? Много ли гастролей на Кубане? На Кубане мы постоянно, мы часто летаем в Краснодар, а даже, может быть, и не летаем, а приезжаем на машинах. На машинах? Потому что я большой автолюбитель. Я даже по Европе делаю автотуры, с друзьями садимся в машины и катаемся. И ты Пьер Мари Бэнд сажаешь в автомобиль, в багажник. Когда мы выезжаем в тур по нескольким городам, мы садимся в хороший микроавтобус и вот так вот гуськом объезжаем города. Это, во-первых, экономичнее, потому что 15 человек посадить на самолет в летнее время – это не так дешево. Конечно, это тогда проще не гастролировать, потому что пол бюджета уйдет на одни билетики. Музыканты мои – это мои очаровательные сокурсники по Академии имени Гнесин, в которой я заканчивала. Ребята были на разных факультетах. Кто инструменталист, я вокалист. И мы уже формировали нашу дружбу и музыкальные предпочтения еще в стенах учебного учреждения. Был шикарный ресторан, стоящий на чистых прудах в Москве, где я была много лет солисткой его. Это было такое пристанище для джазменов, потому что там выступали лучшие джазмены страны. Там же я познакомилась с нашим легендарным Олегом Лунстремом, который однажды ужинал у нас и, услышав меня, приказал своему подопечному – веди эту забаву путятишну к нам. И? Во что это вылилось? Таким макаром я стала солисткой оркестра Олега Лунстрема. Что было практически невозможно. Что было, да. И самый лучший комплимент от Лунстрема – это неплохо. А почему ты променяла оркестр на какие-то там мюзиклы? Да, мировые мюзиклы. Войлакью, Чикаго с Филиппом Бедростью. Это же разные проекты, это же одно другое не заменило. Если бы это было вдруг джазовой певицы в рок-оперу «We will rock you». Нет, я же симбиозный вокалист. Я исполняю, когда он совмещает в себе несколько жанров. Твоя любимая роль? Киллер Квин в мюзикле «We will rock you». Тот самый легендарный роковый мюзикл, который поставили на хиты группы Квин. Продюсерами, которыми выступили сами музыканты группы Квин – Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Что там за «Мне диеты ни к чему, это все вам в ритму, столько сладкого не сможет съесть никто. У меня такие формы, что загнутся все реформы, идеалом станут сто на сто на сто. О, браво! Королева-убийца Киллер Квин. Это была Виктория Пьер-Марий, российская королева-блюза, счастливая девушка, успешная певица. И за сим хороший завтрак на телеканале «Кубань-24» закончен. Я, Дмитрий Нестеров, говорю вам до свидания. Встретимся на следующей неделе. Всем отличного настроения. Также вас благодарю. И помните, где ваши мысли, там и вы сами. Постарайтесь быть всегда в хорошем месте. Пока!